Эй, Люль Эй, Люль Не прикасайся ко мне, держись подальше Джуней Прости, пожалуйста Эй, Люль Что это с тобой? Вчера, после того, как ты ушел, пытались открыть дверь в мою квартиру Что? Что? Я всегда пытался открыть дверь в мою квартиру, я не знала, что делать Я еще не испугался, до утра не могла заснуть А потом я пришла сюда Почему ты не сказала мне? Да это мне Да откуда мне знать? Я постоянно тебе звоню Конечно, ты будешь мне звонить Из-за бессмысленного случая не хотела тебя тревожить Не знаю, может мне просто показалось Я не знаю Но я очень испугалась Доброе утро Тунч Вчера ночью Кто-то пытался открыть дверь в квартиру, Люль Ну а внутрь они смогли, интересно, зайти? Нет Ничего не случилось Ты голодна? Что-нибудь покушаем? И обсудим этот вопрос Тунч Пускай нам что-нибудь купят Буре, Покча, что-нибудь такое И эклеры пускай будут Мы хорошенько позавтракаем Я хочу разместиться в отеле Джинейт В том доме я себя уже не чувствую безопасностью В который раз уже это повторяется Какой отель, Люль? Что за глупости? Там хотя бы более безопасно А я тебе тогда зачем? Я не могу оставаться рядом с тобой, Джинейт Ты живешь с семьей Да и даже Тунч не знает о том, что между нами Как я это объясню им? Эй, Люль Ты об этом не думай, ладно? Послушай Я и тебя не хочу подставлять И ставить неловкое положение В одном из отелей, с которым договорилась компания Буду я жить? И так у тебя было ужасное расставание Поэтому неправильно будет Если ты меня потащишь в дом своей семьи Эй, Люль Вопрос Фериде исчерпан Он исчерпан Что мне нужно сделать, чтобы объяснить это тебе? Послушай, Эй, Люль Джинейт Извиняюсь Я это оставлю и пойду Не нужно выходить, Тунч От тебя скрывать мы не будем Мы с Эй, Люль Не только коллеги по работе То есть вы в отношениях? Да Клянусь, ты даже не знаешь, как я рад, Джинейт Ну то есть После Фериде я не был уверен, что ты так С легкостью сможешь кого-то полюбить Ну конечно, это ведь сложные дела Ну то есть найти того, кто заменит место Тунч Но прости Вы простите Сейчас ведь совсем не время, да? Ну ладно Как давно вы вместе? Помнишь, мы с тобой здесь пили? В ту ночь я отправился к Эй, Люль То, что ты сказал, оказалось правдой Хотя Не нужно было ничего говорить, чтобы я заметил ее, но Ты все облегчил Боже Ну я еще раз тебя поздравляю, кузен После Фериде ты вновь смог найти себе хорошую девушку Ну, какое вы приняли решение? Где будет жить Эй, Люль? Я отведу ее к тебе Этим вечером я поговорю с отцом Наверное, ты будешь в это время рядом с нами Да, конечно, с удовольствием Да Я не знал о камерах, нет? Как хорошо, что ты выкинул меня из дома Даже объяснить тебе не могу Я сразу нашла для себя безопасное место Не забывай, что с Фериде случилось в том доме Это потому, что она была тупой Ну а я даже тебя могу обломать и обыграть Ну да ладно Ты что, шайтан? Я был ангелом, который искал сестру свою А благодаря тебе превратился в шайтана Джунейт не всегда будет рядом с тобой Я эти твои крылья ангельские переломаю Я тебя отправлю обратно в ту помойку, с которой ты пришла У меня пускай будет слегка разбавленный Джунейт, дорогой, ты хочешь чаю тоже? Кто-нибудь нам принесет чай Да, я тоже буду немного разбавленный Окей Наргиз Отнеси к ним в кабинет две чашечки чая Эй, Люль Чего ты вдруг замолчала? Ну Мы же сказали, тетя Зухра, о том, что между нами Мне стало немного неловко Не волнуйся Моя мама понимающая человек Ну раз уж я теперь тут живу, я открою дверь Ну давай Привет, Фериде Ой, прости, Люль Кузен Что такое? Ты собирался в компанию? Да, и не спрашивай Я проходил мимо и позвонил хозяину дома Говорит, освобождайте дом У вас много комнат? Да, шучу, шучу Послушай, что я придумал Пока Эйли освобождает дом, давай я вместо нее там поселюсь Слушай, хорошая идея Что скажешь, Эйлиль? Да, возможно Тогда можно считать, что мы теперь соседи Госпожа Эйлиль Поскольку вы теперь дочка в этом доме, мы выпьем ваш кофе, так? Конечно Сейчас Но мне не маленькую кружку, ладно? Побольше Хорошо Чтобы я комфортно И кофе выпьем в саду Да, да, хорошо, выпьем Кузен А где Зухре? Давно ее не видел, хочу проведать Она наверху А я не оставлю Эйлиль одну Ну, пойдем Кто-нибудь просил кофе, но он уже остыл Сейчас придет Эйлиль Нормально все? Не обожглась ведь? Да все нормально Ничего не случилось Прошу вас А я пришла к госпоже Зухре Конечно Она внутри Подождите минуту, я сейчас ее позову и приду Прошу вас, садитесь Что ты здесь делаешь? Да не волнуйся, красавица Я сюда пришла не чтобы тебя сдать Позволь-ка Мы тоже насладимся деньгами А этой семьи немного Разве я не сказал тебе не путаться под ногами? Разве я не говорила? Я у тебя что ли буду спрашивать? Что ты там замышляешь, Эйлиль? Госпожа Эмине Ну, пойдем Соседка Назира из деревни Холодно тебе? Давай пойдем внутрь Да, скоро пойдем Кто-нибудь, конечно, умный Не выходил из дома Удачи, госпожа Эмине Спасибо И вам хорошего дня Соседка Назира из деревни Она ищет работу А я ей что-нибудь организовала Ну, пойдем внутрь Это холодно Хорошо Пойдем, может, поужинаем? Я тебя отведу в прекрасное место Давай Пойду тогда соберусь Что вы там делаете целый час? Не замерзли? Мы как раз собирались внутрь Эйлиль соберется Поедем ужинать Пойдем с нами? Нет, вы развлекайтесь вместе А я ведь переезжаю У меня много дел Увидимся Ладно, увидимся Кто это? Женщина Что там вообще происходит? Вот, возьми тебе Десять тысяч А половину она дала Как золото Отлично Вот сейчас у меня настроение поднялось Добро пожаловать, сестра Аминэ Привет, дитя Привет Детка Иди купи мне ракэ Немножечко насладимся этим Давай, доченька Купи ему ракэ и приди Давай, дедка Чего смотришь? Иди купи обратно Передай Дорогая, что-нибудь на себя накинь Ладно, а то опять заболеешь Хорошо Дорогая, что-нибудь на себя Фериде. Мне жаль, Фериде. Но человек никогда ничего не переживает просто так. Что посеешь, то и пожмешь. С тобой у меня больше нет дел. Можешь идти. Хорошо, на Фериде что будет. Это тебя уже не касается. Ты и так крупной проблемой для нас стал. А на нее у меня есть другие планы. Что это за человек такое? Откуда ты черпаешь эту злость? Кто мне это говорит? И любовь, и ненависть исходят из сердца человека. А ты откуда черпаешь, Селим? Фериде столько всего сделала для тебя. Как ты мог позволить ей опуститься до такого? А сейчас пошел вон. И больше никогда не путайся у нас под ногами. Иначе тебе может уже так не повезти, имею в виду. Игра только начинается. У меня есть на тебя прекрасные планы, спящая красавица. Эмине, это я, Эйлюль. Это я, Эйлюль. Да, много времени прошло. Есть у меня с тобой маленькая дельца. Есть новая девочка. Как раз для тебя. Хорошенькая. Это пойдет на пользу и тебе, и мне. Завтра обсудим детали, когда я тебя заберу из дома. Завтра обсудим детали, когда я тебя заберу из дома. Завтра обсудим детали, когда я тебя заберу из дома. Просто оставил тебя там. Где ты сейчас? Ну ничего страшного, я дома. Я просто переживала, как ты, я поэтому позвонила. Рана от гордости в сердце побаливает. От гордости? Слушай, ты выпил, что ли? Немного. Садись в такси и езжай домой, чтобы я не переживала о тебе. Спасибо. Что обо мне думаешь? Джинейд? Нормально все? Сурина. 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 Султан Сулейман. Будет мне. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро! Я подумал, что вновь ушел. Почему же? Да не знаю. Тот раз, когда ты пришел, ты тоже. Ну, пойми же меня. Это было, чтобы забыть Фериде. Эйлюль. Уже нет того, что было ранее. Больше я не буду связан с Фериде. Ты уверен? Это не для того, чтобы кого-то забыть. Чтобы быть с тобой, я сделал все это вчера. Прости. Я должна ответить. Это мама моя. Что такое? Ты сказал, что приедешь, но не пришла. Я приду. Сказала же, не звони мне. Мы что-то работаем, доченька. Конечно, буду звонить. Ну ладно. Как девочка? Нормально. Спи ты внутри. Не вздумай отводить от нее взгляд. Да ты не волнуйся. По поводу линь, скажи, а не готова? Я принесу. Будь терпеливей. Тунчин приедете. Послушай меня. Тунчин ни о чем не знает. Мне нужно сейчас положить трубку. Значит, поняла то, что я говорил тебе, да? Матвенец, поняла, что этот человек тебя использует. Все, хватит, не затягивай. Будь с ней внимательна и не отводи от нее взгляд. И больше мне не звони. Вот, возьми. Красный, холодный, синий, горячий. Неправильно надели к нам. Я не удивлен. Да я всю жизнь не смотрел на них. Привет. Ты не сказал, что придешь. Должен был сказать, я захотел и пришел. Я и так на нервах. А что случилось? Выгодок с Селим стал мужем Фериде. Тунчин. А ты как узнал? Пошел в больницу и вижу, у Фериде нет. Позвонил Селим, он не берет трубку. Джуней тоже куда-то пропал. Он тебя заглядывал? Нет. Вечером я звонил. А это что за звук? Вода стала открытой, что ли? В душ собиралась пойти. Включила воду, чтобы она согрелась. Но я так опасно выключу и пойдем. Джуней, не срочно нужно выходить. Что такое? Куда? Да, у меня есть одна встреча, я забыла. Закончишь свои дела и выйдешь, ладно? Ладно. Давай, увидимся. Да, увидимся. Давай, оставай, пойдем в компанию. Сидя здесь, мы ничего не сможем узнать. Да и обработаем там с женой, и узнаем, что как. Ладно, пойдем. Явно тут что-то не так. Ты знала, что у них была свадьба? Нет, дорогой, откуда я могла знать? Ты столько дней в больнице, ты ничего не заметила, что ли? Что я могла заметить? Она лежала без сознания. И к тому же я не с ней возилась, а с Джунейтом. Не забывай. Смотри на меня. Если ты что-то знаешь, но не говоришь. Да откуда я могу знать? Да это ты на постоянной связи с Силимом. Я с ней никак не контактирую. Зря мы с тобой ссоримся, Тунч. Мы от них двоих избавились. Силим взял свою жену и ушел. От Джунейт достался мне. Вечером мы с Джунейтом поговорили. Я был уверен, что он придет к тебе. Он звонил. Но я сказал, нельзя. Ну, молодец. Тунч, по поводу нового проекта. Тунча здесь нет. Прости. Задумался. Ничего серьезного. Ну, как ты? Нормально. А ты? Как встреча прошла? Нормально. Эй, Илюль. Благодарю тебя за вчерашнюю ночь. Она была прекрасной. Это я благодарю тебя. Для меня все было так же. Слушай. Джунейт. Можно то, что произошло между нами, останется между нами? Ну, то есть, должны пока в кое-чем не уверены. Я понял. Ладно. Как хочешь. И Тунчу не говори. Не волнуйся. И, кстати, я тебя тогда оставила, просто и ушла. Ты прости. Ничего страшного. Наверстать успеем. Что вы собрались наверстывать? Мы договаривались поужинать, но у меня возникло совещание. Вот об этом я говорил. Ну да, конечно. Немножко подстава. Но и более того, мне уже нужно выходить. Увидимся. 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 Ну что, кузен, как дела? Есть новости о Селиме и Фериде? Эти двое меня больше не волнуют. Давай не будем об этом уже говорить, Тунчу, ладно? Хорошо. Как у вас с Селиме дела? Ты сегодня слишком много вопросов задаешь. Господи, я что, не могу поинтересоваться своим кузеном, а? Вы простите, господин Джинейт, господин Успан ждет вас у себя. Ладно, я приду. Увидимся. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok